друзья мои всем привет с вами снова Светлана Енчева и вы на моем канале переехать в Болгарию сегодня меня пригласил мой друг Данил из Израиля в ресторан и я хочу взять у него интервью идем мы в ресторан ориент кто жил или живет в арне знает где это место находится их его владелец Хасан наш с Данилом знакомый и я хочу взять у Данила интервью по поводу медицины в Болгарии я думаю он с вами поделится своими впечатлениями кому данная тема интересна ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал и поехали Данил добрый день хочу вас спросить как вы приехали как у вас приезд ваш всем ли довольны добрый день света да приездом я доволен вот приезд продуктивный поездка немножко необычная в этот раз получилось заранее не планировал но тем не менее я я вам сейчас расскажу как это как это вышло вы знаете света что я обычно пытаюсь приехать в середине лета да для того чтобы сэкономить на израильской жире немножко вот в Болгарии мягкий климат подходящий мне но в этот раз я приехал в начале сезона вот у меня получилась неприятная ситуация в Израиле я не потребовалась помощь хирургов в общем-то это медицинская помощь элементарно и я хотел бы с вами немножко поговорить об аспектах нашей медицины и медицины Болгарии поскольку я помню и от вас даже отзывы о том что в Болгарии не очень сильная медицина да да я думаю что моим зрителям это было бы очень интересно да история интересная вот я слышал значит и от других людей не очень хорошие отзывы о болгарской медицине но вот в этот раз прилетев сюда я хочу оставить хороший отзыв дело в том что я в Израиле поймал подкожное воспаление да и в общем-то любой специалист понимают что это минутное лечение ничего серьезного но меня загоняли меня загоняли по разным организациям инстанциям врачам вот это там в Израиле то есть я попадал к семейному врачу от него к специалисту специалист выписывал мне антибиотики отсылал меня домой я просил направление в больницу или хирургу говорили нет не надо хотя я чувствовал что надо вот ну и в общем то я оказался прав я в результате увидел что я не могу попасть хирургу вовремя я купил билет и приехал сюда света отлично хороший повод но не совсем хороший для здоровья ну я пока еще относительно молодой поэтому будем надеяться на хорошее просто что я не выдержал немножко этой бюрократии беганины израильской вот у нас считается одна из самых лучших медицин в мире и в общем то сказать что она плохая было бы грешно то есть это был бы поклёп на Израиле у нас не превзойденные операционные в прошлые разы я рассказывал вам историю своей матери и несколько раз ставили на ноги не дай бог конечно доходить до такого состояния когда тебе требуется операционная но там это рабочее дело есть такое явление как поверхностная медицина это когда вам нужна какая-то мелкая помощь вот срочная мелкая и в общем то нигде в мире с этим давно проблем нету мы сталкиваемся с проблемами так сегодня допустим если я хочу заказать очередь какому-то специалисту которого я знаю мне предлагают подождать полтора-два месяца и это норма в Израиле а здесь вот здесь я хотел вам рассказать как это происходило до света ну и пришлось мне привести это воспаление сюда в болгарию посоветовал мне мой друг куда обратиться есть тут в центре варны такая больница святой анны есть у них отделение скорой помощи спешно помощь вот я пришел туда своими ногами у меня не было никакой страховки медицинской болгарской я объяснил врачам что происходит на входе там у них свои параметры значит при пандемии они задают несколько вопросов вакцинировать на каком языке вы общались общался на русском они позвали охранника русскоязычного потому что тот кто сидел в регистратуре не сильно понимал о чем я говорю вот охранник задал пару вопросов вакцинирован я переболел ли если температура и меня впустили внутрь через буквально минут 20 я уже находился в кабинете у хирурга меня осмотрели ужаснулись и ну да направили значит сделать анализ за угол анализы в течение пяти минут лежали результаты анализов лежали на столе у врача еще через 10 минут меня уже резали скальпелем сколько это у вас все заняло весь прием и сорок минут сорок минут кроме того они пригласили меня на следующий день на перевязку вот чего у нас это или не бывает либо же в больницу ехать просто не целесообразно уже далеко и вот меня еще пригласили разок на перевязочку вот и после этого все зажило я остался довольным и очень сильно удивленным от уровня болгарской медицины это все платно было абсолютно без единой копейки я уже как я уже от себя просто взял там пару левого доктору в карман засунул хотя понимал что здесь это не принято и это полностью бесплатно благодарю спасибо вам ребята вы живете в хорошем месте я надеюсь что когда-то я к вам все таки присоединюсь присоединяйтесь будем очень рады в любом случае мы на связи спасибо света я тоже с вами большое спасибо